Я хотел бы познакомить с производным от закона о защите информации, который у нас немножко изменился в конце 2020 года. Там введены были несколько незначительных таких изменений, которые, в принципе, не касаются, наверное, следующего доклада, но он послужил мотивом, чтобы, собственно, и Федеральная служба безопасности увидела свой раздел, свою часть в этом законе. И поскольку закон явно предписывает, в чем я скажу чуть попозже, именно составление требований и регистрации в Минюсте, вот, собственно, этой задачей мы, собственно, и занимались. Вот, ну, чтобы мне ковести в курс дела, о чем пойдет речь, это, естественно, у нас статья 13 закона 149 ФСБ об информации, информализации, информационных технологиях и защите информации. Говорят о том, что у нас есть три варианта информационных систем, это государственные, муниципальные и иные. Вот, ну, мы в дальнейшем, наверное, будем останавливаться на первых двух позициях, которые, в принципе, связаны между собой, оказались чуть позже в таком законе. Вот, ну, собственно, кто, для того, чтобы понять, кто должен требования этим следовать, надо понять субъекта, да, кто, собственно, отвечает за вот эту инфункционную систему. Ну, в статье 13 этого закона говорит о том, что, собственно, если иное, значит, не установлено впрямо, да, то, собственно, отвечает за все собственное к информации. Ну, это, наверное, логично, это, собственно, законно об этом и говорит. Важно то, что вот именно первые две позиции, то есть имеется в виду государственные системы, законы и системы территориальные, местного самоуправления, именно классифицируются как выделенные системы, которым определяются, собственно, требования профессиональной безопасности. Ну, это прямо написано, собственно, в статье, это можно посмотреть, если надо, акцентировано на этом внимание. Ну, собственно, статья 16 о защите информации говорит, что, собственно, требование устанавливается в СТЭКам и ФСБ России, да, ну, как классически в любых законах у нас сейчас пишется, что это не прямо в СТЭК и ФСБ России, а федеральные органы исполнительной власти в области обеспечения безопасности и в области противодействия техническим разведкам и защите информации. Ну, считается, что у нас, наверное, будут какие-то изменения когда-либо в отношении названия этих организаций, ну, что-то уже времени прошло много, и вряд ли эти изменения будут, хотя все возможно. Собственно, поскольку данный СТЭК-16, соц.федерального закона, говорит о том, что требования предъявляются, собственно, в СТЭКам и ФСБ России, то получает СТЭК еще в 13-м году, описал свой приказ о классификации, собственно, и предъявлению требований в гастрон-системе. Они классифицируются, собственно, если коротко, на три варианта, федеральные, региональные и объектовые, ну, собственно, федерального значения, регионального и некого локального, местного. Да, вот, предъявляются три класса защиты, вот, собственно, самый высокий класс первый федеральной, региональной, региональной, третий, самый, собственно, простой для объектовой, региональной системы. Ну, классическая, естественно, аттестация, как любой инженционной системы, так и государственной, да, это идет, значит, модель угроз на классификации технических заданий. Просто я обращу внимание, что это будет также перекликаться с нашими требованиями, которые ФСБ России, поэтому это важный некий акцент сделан, как есть в приказе в СТЭК. Наши требования будут называться, так как и на слайде, вот, к сожалению, на сегодняшний день они не зарегистрированы на Минюсте, хотелось бы, чтобы они уже были завершены, я бы вам сказал, что они уже выявившие на сайте, как законченный подзаконный акт, Но, к сожалению, еще в конце прошлого года закончились все общественные слушания, были предсогласования со всеми заинтересованными фаилами, но некая потребовалась корректировка больше техническая, чем, то есть такая, больше техническая, да, чем сутевая, да, в этих требований. И в настоящее время они пока у нас висят в качестве проекта на regulation.gov, вот, но, в принципе, то, что сейчас есть там на сайте, оно уже требует, изменений, в принципе, относиться не будет формально, это просто осталось только некий формальный процедурный вопрос. Что, собственно, там сейчас у нас записано? Требования, на самом деле, не сильно строгие и суровые, на самом деле, на откуп всегда все, на откуп именно модели гроз и нарушителя, которые, собственно, формируются в рационной системе. Ну, вот, это некие положения, которые явно указаны в самих требованиях, их можно со слайда прочитать, я не буду их комментировать, они все, в принципе, понятны, что СКЗИ, у нас, то есть средства, информация, которая используется в ГИС, подлежит защите с использованием средств терапевтической защиты информации, вот, в трех случаях. Это либо когда закон, либо когда передача по каналам связи, либо когда хранение таким способом, что, кроме как криптографии, обойтись нельзя. Ну, это, на самом деле, разумные три позиции, когда, собственно, не надо применять криптографию. Вот, собственно, сама необходимость предписывается, естественно, модель угроз и нарушителя, и техническим заданием, которое, собственно, перекликается с требованием стек. Вот, эти единые документы, в принципе, удобно, когда готовится единый документ, дается в два ведомства. И они производят согласование, чтобы это не было различными документами. Это, в принципе, мне кажется, вполне разумное объединение неких моделей согласования, да, вот этих процессов согласования с ведомствами. Вот, собственно, и по большому счету у нас надо, самое главное требование, то есть самое главное положение этих требований, это выход на классы защиты. Вы знаете, что у нас есть, ну, кто касается СКЗИ, их там, у нас пять классов защиты. Ну, собственно, давайте посмотрим, как в данных требованиях информационные системы классифицированы, и под какой класс выбраны какие классы защиты СКЗИ. Ну, во-первых, да, это вот, у нас есть уровень значимости, выбран один параметр по классификации СКЗИ, и, собственно, масштаба. Давайте про уровень значимости посмотрим. Ну, высокий, средний и низкий уровень значимости, просто как, наверное, три градации, очень по аналогии, по большому счету, со встековскими требованиями. Ну, высокий, собственно, уровень значимости, это существенные негативные последствия, собственно, ну, социально-практически дальше, понятно, по слайду, да? Вот, средний, это некие умеренные негативные последствия, ну, и самый низкий уровень, это незначительные негативные последствия. Вторая классификация, это идет со стороны масштабности этой эстонной системы. Собственно, у нас есть системы трех вариантов. Первый, это федеральный масштаб, предназначенный для решения задач на всей территории или в пределах двух и более субъектов Российской Федерации. Второй, это, получается, некий региональный масштаб, то есть в рамках одного субъекта Российской Федерации. Ну, и третий класс, это, получается, у нас объектовый масштаб, если он предназначен для территорий одного объекта, одного государственного органа, университетского образования или организации. Вот, собственно, в сетке двух классификаций и выбраны классы защиты информации. Собственно, таблица представлена на экране. Самый максимальный уровень защиты информации выбран как класс КВ. Вот, и по уровню значимости или масштабности ВИСа выбраны средственные классы ниже КС-3, КС-2 и КС-1. При этом, очевидно, что эта табличка носит некий такой рекомендательный характер, не жестко зафиксированный. Почему? Потому что, естественно, модель угроз, все зависит от модели угроз, насколько, какого нарушителя мы признаем актуальным в контексте инвестиционной безопасности для вот этого вот сегмента ВИСа или самого ВИСа и так далее. Потому что, если мы признаем действительно нарушителя очень высоко оснащенного внутреннего, например, который имеет доступ ко всем различным системам и критической информации, то, естественно, класс защиты может быть выше даже для некой объектовой дистанционной системы. В качестве такого примера у нас есть сейчас очень жаркие споры в качестве системы дистанционного электронного голосования. Как вы знаете, у нас и Москва отдельно свою систему электронного голосования делает, и, значит, у нас всю страну делает Ростелеком. И там действительно, вот если, например, смотреть Московскую, то она может оказаться на самом деле виз регионального масштаба, да, вот, ну, с высоким уровнем значимости. И вроде как стоит там КС-3, да, но этот нарушитель такой не очень, так сказать, оснащенный по нашему точке зрения. Вот. И, естественно, при согласовании Мадрива-Рост нарушителя для этой системы, естественно, нарушитель средств защиты информации, как, собственно, и вот в системе электронного голосования, он явно будет выше КС-3, и, ну, поскольку сейчас еще Мадрива-Рост там не согласована, есть некие дебаты по этому вопросу. А, естественно, когда у нас есть высокий ГИС всероссийского масштаба, да, там уровень защиты может быть гораздо выше, чем КБ, да, потому что у нас некая есть классификация мемоническая, да, то есть если КС-1, это у нас получается некий внешний нарушитель, КС-2 это нарушитель, который может входить в помещение, где стоят эти средства, ну, и не особо оснащенный технически, то с ростом там КС-3, КВ и самого верхнего класса, это увеличивается оснащение нарушителя, собственно, средствами атак, вот, ну, и масштабностью ресурсов, которые он может потратить, хотя у нас все-таки, наверное, Мадрива-Рост не с использованием ресурсов, да, то есть не с использованием денег, да, которое он может потратить на атаку, а больше, наверное, на его возможности, которые экспертным образом оценены, вот, но в то же время, вот, и, собственно, об этом гласит у нас одна из последних статей вот этих требований, о том, что если у нас будет, Мадрива-Рост указано, что специалисты будут большой, имеют большой опыт и большое техническое оснащение, и в том числе различные, ну, использовать, могут включать различные институты, там, которые имеют опыт в разработке средств атак, то, собственно, класс защиты может быть поднят до КА, как наиболее максимального класса защиты для СКЗ, защиты конфиденциальной информации. Вот, собственно, на этой табличке я хотел бы остановиться, наверное, на самое актуальное для требований ГИСом. Вообще, ну, в общем-то, наверное, я все прокомментировал. Прокомментировал.